Российский университет дружбы народов знают и уважают во всем мире. Вот уже более полувека Руден является ярчайшим примером толерантности и дружбы между народами. География выпускников университета поражает своим размахом. Латинская Америка, Арабский Восток, Африка, Азия, Европа. Неудивительно, что на 56-й день рождения Руден поздравить свою альма-матер собрались представители со всех континентов земного шара. Университет родился в рамках дружбы народов, в рамках Азии, в рамках дружбы Советского Союза с этими странами. Японец Юдзо Танако не мог и представить, как повернется его жизнь в далеком 1960 году. Тогда в составе группы японских студентов он отправился в Прагу, чтобы продолжить свое обучение. Однако судьба распорядилась по-своему. Вот Москва, МГУ. Я имею в виду, что с первым МГУ, и так мне все время говорили, и вдруг сказали, что это новый университет, и туда подъезжали. Усобие, это жизнь здесь очень удобная. Там же еще много было студентов из Японии. Только что созданный в Советском Союзе университет дружбы народов покорил сердце Юдзо Танако не только качеством образования. Именно здесь, участник подготовительного факультета, он встретил свою будущую супругу, с которой через год они и поженились. Это была первая студенческая свадьба в УДН. До того я читал только капитал Маркса. Ничего не знал, его не знал, никого. И поэтому с удовольствием я слушал лекции внутри него и вообще об экономике. В 33 года меня пригласили в университет читать лекции по политико-экономии и социализму. Вот так с тех пор, да. Там я работал лет 33 года. Навыки, полученные Юдзо Танако в Советском Союзе в Университете дружбы народов, пригодились ему на всю жизнь. Русский язык не забыт до сих пор во многом благодаря его жене, выпускница историко-филологического факультета УДН. И сегодня, спустя полвека после выпуска, Юдзо Танако вспоминает родной университет как символ дружбы и взаимопонимания, как флагман международного образования России. С тех пор очень многие ситуации изменились, но осталась идея дружбы народу. Это навеки. До конца человечества.